Чем хуже для Москвы обстоят дела на фронте, тем чаще она прибегает к ядерному шантажу. И угрожать есть чем. Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом – почти 6 тысяч боеголовок. Около трети – тактические. Именно их технически Путин и может использовать против Украины. Он считает, что это должно остановить вооруженные силы Украины. В целом, наше государство в решительной борьбе. И таким образом он достигнет результатов. Он окончательно остановит запрос по предоставлению нам соответствующего вооружения. Тактический заряд обладает значительно меньшей мощностью, чем стратегический. И, соответственно, меньшим весом и размером. Это позволяет запускать его из бомбардировщиков или даже из артиллерии. Если Россия применит снаряд мощностью до 10 килотонн, то всё в радиусе 500 метров от эпицентра такого взрыва будет уничтожено. А до километра будут серьёзные разрушения. В густонаселённом городе жертвами такого взрыва сразу станут до 60 тысяч человек. По словам экспертов, угрозами применить ядерное оружие Путин стремится запугать Запад и вызвать одобрение своего окружения. Его волнует именно его репутация и тот факт, что он сейчас проигрывает партии войны в Москве, которая также существует и уже распускает какие-то сплетни, что он стал несостоятельным, что он не может довести эту ситуацию до какого-то победного логического результата. И поэтому главное для него сейчас – это победа любой ценой. Это первое. И второе – продемонстрировать Западу, что раз уж это его собственная территория, то он будет защищать эту территорию с ядерным оружием. Однако и многие эксперты, и американская разведка считают, что Путин блефует. А начало массовой мобилизации в России говорит о том, что у него заканчиваются варианты для выхода из развязанной им же войны. В итоге вместо запугивания ядерный шантаж Путина привел к консолидации мировых лидеров против Москвы. Империализм и реваншизм являются основой этой колониальной войны, которую Россия развязала против Украины и продолжает намеренно нарушать основы международного права и устав Организации Объединенных Наций. И это доходит до раздувания угрозы применения ядерного оружия. И вместе с этим использование крупнейшей атомной электростанции в Европе в качестве военной базы. Это должно прекратиться. Скажем прямо, война России незаконна. Это аморально. Это прямая атака на устав ООН и международную систему, основанную на правилах и на все, за что должно стоять это сообщество. Предположение Путина о том, что Россия может в любой момент развернуть дополнительные вооружения, которые она имеет в своем распоряжении, разоблачает ложную версию, на которой они основывают свое вторжение. Какая страна, претендующая на роль освободителя, угрожает уничтожить тех самых гражданских лиц, которых она якобы освобождает? Эта война основана на лжи. Президент США Джо Байден предостерегает Путина от использования ядерного оружия против Украины. По его словам, это изменит облик войны, как ничто другое со времен Второй мировой. И Россия ответит за это преступление. В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Лондона применить ядерное оружие в ответ на его применение другой страной. Его преемница Ли Страс подтвердила такое намерение. Данила Кобза для телеканала Freedom.